Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я тут на днях читал одну книгу. Там главный герой, немец, был приглашен на какой-то великосветский раут. А он вместо этого раута побрел свой любимый пивняк, где заказал немецкие колбаски с кислой капустой, со сладкой горчицей и своим любимым пивом. Мне так остро захотелось того же самого, что я тут же поднесся в колбас. В ближайшем магазине где-то, наверное, с полгода появилась специальная полка отдельная с немецкими продуктами. Ну что сказать, эти колбаски были, конечно, неплохие, но они и близко не лежали рядом с теми, которые я, например, трескал как-то в одном ресторанчике под Франкфуртом. Короче, у меня не завершенный гештальт, как говорят психологи. Сейчас буду его закрывать. Понадобится для колбасок. Свиная грудинка, свиной же окорок, соль, пряности, для гарнира картошка, квашеная капуста белая и красная и сладкая немецкая горчица. Ну и понятно, чрева, оболочка для колбасок, а ночное с раскочегаривания угля. Вся тепловая обработка будет проходить на гриле. Ладно, давайте приступать. Мясо надо нарезать для мясорубки. Шкурку от грудинки отделить, нарезать брусочками. Ну и также брусочками нарезать окорок. И пропустить через самую мелкую решетку в мясорубке. И во избежание перегрева фарша отправить его пока в морозилку. Жарко у нас на улице. А пока фарш подмораживается, нашинковать луковицу кубиком. И разгоревшиеся угли уже можно высыпать и разровнять. И решетку водрузить на место. На решетку поставить сковороду. И налить масло подсолнечного, ароматного. Семечками пахнет. В масло положить лук. Пусть обжаривается. И продолжим заниматься колбасками. Мне понадобятся петрушки, черный перец, кориандр и соль. И все. Больше вообще ничего. Это, как мне кажется, один из самых вообще простых рецептов таких вот белых колбасок на гриле. Кстати, лук уже обжарился. Надо выложить капусту. Пусть тоже обжаривается. И крышкой накрою. Так оно лучше будет. А фарш надо перемешать до липкости с пряностями. Будем считать, что он у меня уже подморозился. Температура, как видите, отличная. Сразу же добавлю льда из расчета 200 грамм на килограмм фарша. Соли и пряности уже положил. Перемешиваю. Смотрите, какая красота. Очень важно не допускать подъема температуры выше 12 градусов. Готово. А теперь малая приборка. Мясорубку уберу, подготовлю колбасный шприц, а фарш или эмульсия пока померзут в холодильнике. Готово. Обзор этого китайского агрегата на канале был. Если кому-то интересно, щелкайте и смотрите. Чрева в данном случае баранья. Надо было, конечно, свиной бы использовать, но свиная у меня сейчас в наличии слишком большого калибра. Там больше 40 миллиметров. Кстати, баранья была мною заранее промытой и замочена. Стоит она в воде уже, наверно, пару часов. Набивка при помощи шприца в разы быстрее, чем при помощи мясорубки. Теперь перекрутить эту в эту сторону, а эту в эту. Итак, до победного конца. Готово. Переходим к завершающей части марлезонского балета. Капустка уже обжарилась. Сдвину ее в сторонку и сюда выложу картошку. Она предварительно отварена была, ундири. И за кадром я ее даже нарезал. Пусть слегка прогреется. Решетку надо почистить. Смазать при помощи бумажного полотенца маслом и выложить колбаски. Они тоненькие, так что обжариваются очень быстро. Так, переворачиваю. И опять накрою крышкой. И опять ждем, вернее не ждем, готовимся к подаче. И вот такой результат. Конечно, разорвало все эти сосиски на огне. Можно было бы их, наверное, немножко сбоку от основного жара готовить. Но и так, я тоже думаю, очень вкусно. Конечно, немного пенного напитка. Вот так. Как мне сейчас будет хорошо. Глоточек. И колбаска немецкая, белая. Это то, чего я хотел. То, чего мне так не хватало. Ой, так, с картошечкой. С капусточкой. Кислая. Сладковатая от обжарки, от лука. Так, и теперь просто красный. Я даже не почитал на банке, что на ней написано. Предлагаю, что это свекольного сока, что ли, добавили к красной капусте. Да, добавили свеклы. Она такая кисло-сладкая. Просто чума. Еще колбаски, извините. Еще колбаски. И еще напитка. Да. Конечно, домашние колбаски, ничьи, там, магазины. Дома вы готовите на свой вкус. Короче, готовьте. Наслаждайтесь классической, такой старой немецкой кухней, доброй. Получайте удовольствие. И больше радости жизни. На этом позвольте закончить. Огромное спасибо, что досмотрели. Огромное спасибо вам за компанию. Всем вам этого классного вкуса колбасок. Всем пока.